Детальнее тему обсуждаем с нашим гостем Иван Варченко, с нами на связи, эксперт по вопросам национальной безопасности. Иван, здравствуйте, рада вам в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Итак, по состоянию на завершении 2023 года, начало 2024, я уверен, вы также видели, достаточное количество информационных изданий, украинских, западных в том числе, делали такие себе итоги и прогнозы на 2024. К примеру, русская служба BBC называет нынешнюю ситуацию на линии фронта тупиковой. Почему-то вот так вот увиделось журналистам, экспертам BBC, того, что ситуация, в принципе, тупиковая. Как вы видите, расширение, собственно, украинских действий по состоянию на начало 2024 года и на протяжении всего года. На самом ли деле, то, о чем говорил президент Украины, основная точка посылу украинских сил обороны будут направлены на автономную республику Крыма и, в целом, акваторию Черного моря. А современные средства боевого поражения позволяют избегать совершенно тупиковых ситуаций. И мы видим, как только... То есть позиционные войны и тупиковая ситуация, она представляется, скорее всего, в каких-то категориях Первой мировой войны. Тогда, когда месяцами, не изменяя позиций, могли стоять друг против друга две противоборствующие стороны. Вы помните, ремарка на Западном фронте без изменений. И тогда, когда происходит вроде бы много событий в индивидуальном плане, но глобально для линии фронта это никак не отображается. И совершенно вот такое сидение в окопах одной противоборствующей страны против другой. Сегодняшние средства показывают, что как только начинают говорить то ли эксперты, то ли журналисты, особенно западных изданий, о каком-то тупике, тут же падает пять самолетов за два дня российских, в следующий раз тонет какой-то очередной большой десантный корабль. И происходят вещи, которые существенно влияют на обороноспособность или, наоборот, на способность совершать агрессивные действия России. Поэтому, конечно же, мы будем развивать те огневые средства, которые у нас есть. В свою очередь, мы будем укреплять те оборонительные позиции, которые у нас есть. Поэтому, конечно же, совершенно тупиковой ситуации, когда будет стояние друг против друга, совершенные сегодняшние средства поражения просто не дадут. Мы понимаем, что большое количество сейчас FPV-дрона, ударных систем беспилотных, они будут давать все равно динамику на фронте. И здесь, конечно, соревнования в тылу, в экономике очень важно. То, насколько мы будем существенно конкурентоспособными, позволю здесь такой из мирного времени термин, в этом военном рынке, насколько мы сможем сейчас свой потенциал и в технологиях, и в возможностях развивать рынок, реализовать, насколько будут готовы наши партнеры воспринять серьезность этой войны, в том числе для них, и не играться, опять же, пафосными словами, в том же деле, в то же время, на самом деле, в недостаточной мере напрягаясь для того, чтобы помочь Украине отстоять свободу, демократию, независимость и все остальное, о чем говорит западный мир, что является его ценностями. Поэтому, конечно же, от этого будет зависеть темпы, насколько будет ситуация эластична на фронте. Но то, что мы очень заинтересованы в том, чтобы освободить украинскую землю, то, что в это вовлечена практически вся украинская нация, за небольшим исключением, это в значительной мере наше конкурентное преимущество. У нас нет другой страны. В то же время у россиян с каждым днем все меньше и меньше аргументов на то, что они делают и за что они борются в нашей украинской земле. Поэтому, конечно же, и это конкурентное преимущество нам нужно будет развивать, уничтожая их. Если говорить вообще о ситуации на Черном море, это как раз те приоритеты, которые Украина определяет на 2024 год, то на данный момент Украина уже уничтожила 20% Черноморского флота России, заявил об этом, напомню, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Голос Америки». По его словам, Украина хотела бы иметь больше, конечно же, успехов под оккупацией своей территории. Однако тот прогресс, которого достигли ВСУ в Черном море, уже является значимым событием. Услышим прямую речь и вернемся к обсуждению. 20% флота Российской Федерации уже нет. Причем это не какие-то там шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 года знаменитый флагман Черноморского флота «Москва». И то, что произошло ночью, яркое подтверждение, что наши военные имеют понимание вопроса Крыма. И для нас он является крайне важным, как и остальные наши территории. Алексей Данилов, секретарь СНБУ Украины в интервью изданию «Голос Америки». Вот этот импульс, который мы увидели, который очень так ярко был выражен, в том числе и в уничтожении большого корабля не так давно, Иван, насколько вот этот импульс получится развить, закрепить в следующем году? Ведь мы действительно видим, что очень часто Российская Федерация уже те остатки своего Черноморского флота не всегда держит даже в Крыму, их куда-то прячут вглубь, в Новороссийск, а может быть даже и на территорию Абхазии есть такие планы. Совершенно верно. Черноморский флот для России был инструментом шантажа на протяжении долгих-десятилетий. Она считала Черное море морем своих приоритетных интересов, и она считала себя таким мажоритарным акционером в этом Черном море, который имеет возможность совершенно пренебрегать интересами других игроков, в том числе таких, как Турция, таких, как Румыния, не говоря о Болгарии, Украине и многих других стран, расположенных в восточной части Черноморского побережья. Мы помним агрессию России против Грузии тогда, когда она практически заблокировала в этой части любое судоходство и совершенно игнорировала любые международные нормы и правила. Это было в 2008 году. После этого 2014 год, Крым, шельфы, зерновой коридор. Все это мы видели. Шантаж всего мира относительно того, что это наше море, и мы что хотим здесь, то и делаем. Сейчас мы можем по праву говорить, что Черноморский флот Российской Федерации в том виде, в котором он был, он уничтожен. И я бы здесь сказал даже, что 20% вот этих штучных кораблей, те, которые были на плаву, хорошо на плаву, те, которыми можно было похвастаться, и Москва, и Новочеркасск, это большие корабли, и многие другие, и большие десантные корабли, и крейсера, потопленные Украиной в 2022-2023 году, это то, что сделало остатки российского Черноморского флота сейчас жалкими мышатами, крысенятами такими, знаете, потерявшимися в щелях по всей восточной части Черного моря, сейчас не боящихся показывать нос на большие морские просторы. Почему это случилось? Потому что мы их доставали и в Феодосии, не говоря уже о Севастополе, и в Керчи, мы их будем доставать и в Новороссийске, куда они спрячутся. В конце концов, у них останется последний шанс убежать через сеть каналов в Каспийское море, но, как показывает практика, и туда уже добивает наше оружие возмездия. Я напомню об аэродроме Энгельс, на который прилетали украинские беспилотники, и в Каспийском море, опять же, агрессору, тем кораблям, которые запускали калибры по украинским мирным городам и селам, и тем капитанам и офицерам, которые давали на это приказы и нажимали кнопки соответствующие, им не удастся скрыться от справедливого возмездия. Поэтому, конечно же, считанные месяцы остаются для тех кораблей, до которых еще не достала карающая рука, и мы понимаем, что о Черноморском флоте Российской Федерации, о том, о котором говорили шепотом и со страхом, уже говорить не приходится. Они с калибрами со своими боятся поткнуть носа более-менее в удобные для них места, откуда можно продолжать вести агрессию относительно Украины. И я бы еще здесь обратил внимание на то, что мало того, что эти корабли, у них остались еще какая-то часть, возможно, боеспособных значительно меньше, чем 80%, еще и буду говорить о ремонтных возможностях. А это и сухие доки в Севастополе, и сухой док в Феодосии. А это большие предприятия по ремонту кораблей, подводных лодок. Поэтому, конечно же, им будет и дальше еще менее сладко. И мы уже поставили крест на российском Черноморском флоте. Но когда мы говорим о Черном море и о Крыме, то тут как же не вспомнить тот самый Керченский мост, который был незаконно построен Российской Федерацией. Одну из фактически тоже, я так понимаю, целей на 2024 год. Назвали демонтаж этой незаконной конструкции, назовем это так. На сегодняшний день, насколько уже тоже можно говорить о том, что изменилась, скажем так, эффективность использования этой конструкции, ну и насколько она выполняет те задачи, которые возлагали на этот мост оккупанты, когда его возводили? Возможности изменились. Мы помним со сводок, не говоря уже о наших разведданных, из видданных мы видим по российским телеграм-каналам, блогеры российские, они говорят о том, что сейчас пропускная способность этого моста значительно меньше. Россияне начинают громко говорить и вопить о том, что он используется исключительно в мирных целях. Это россияне говорят. Мы понимаем, что наша разведка говорит о том, что этот мост продолжает оставаться средством российской агрессии, и поэтому, конечно же, ни о каких мирных целях, и если говорить о российской логистике в оккупированном Крыму, и говорить о мирных целях, это звучит как оксюморон, и совершенно не отвечает действительности. Поэтому, конечно же, Крым, этот Керченский мост, остается целью для украинских сил обороны, и мы понимаем, что он был в зоне досяжности, досягаемости уже в 2022 году. Почему он не уничтожен в 2023 году, я думаю, в своих мемуарах расскажут украинские военачальники, но мне кажется, что 2024 год – это будет, опять же, последний год существования Крымского моста, поскольку уже пора. А возможности, как показывает практика, мы имеем для того, чтобы его уничтожить. Понятно, что здесь, скорее всего, говорится о затраченных ресурсах и эффективности этих ресурсов именно на Крымский, вот этот Керченский мост, потому что ресурсы, наверное, нужно тратить в другие, более приоритетные цели, которые непосредственно имеют свое влияние на линии фронта. Поэтому это единственное оправдание, почему он еще может стоять. Но я думаю, что уже настало ему время, и поэтому, скорее всего, это будет последний год существования этой незаконной конструкции и год ее демонтажа. Еще один аспект, собственно, приоритетов военной компании Сил обороны Украины на этот 2024 год. В 2023 году ряд экспертов, аналитиков говорили о том, что западные союзники Украины совершили огромную ошибку, не передавая украинским силам обороны, скажем так, номенкатуру вооружения, которая могла бы уничтожать российских оккумпантов на большом расстоянии, в том числе, не передавая и тяжелую технику и прочее. Это затягивание предоставило возможность российским оккупационным войскам, наверное, самый главный аспект, это время, для того, чтобы построить оборонительные фортификационные сооружения. Каким образом украинские силы обороны в этом году будут противодействовать российским оккупантам в этом аспекте? Ну, что, как не позволить российским оккупантам окопаться на тех местах, которые были заняты или будут заняты российскими оккупантами в этом году? Да, это совершенно верно. И с каждым днем это, следующим днем это подтверждается, то, что российские оккупационные войска, понимая, что им не удастся достигнуть каких-то заметных успехов в продвижении и в дальнейшей оккупации очередных квадратных километров в украинской территории, что им каждый метр дается с кровью в пировых победах, то они приняли решение работать от обороны. И на эту оборону, как видим, у них хватает сил, средств и возможностей. Мы видим, что классические традиционные методы оборонительной войны, такие как фортификационные сооружения, усиленные минно-взрывными полями, имеют очень серьезную, часто и решающую роль для надежности обороны. И, конечно же, понимая это, мы говорим с нашими партнерами прежде всего о тех средствах, которые могут быть эффективными в преодолении этих минных полей. Мы говорим о тех средствах, которые могут быть эффективными в разрыхлении российской обороны, то есть высокоточном уничтожении их логистики на подконтрольных им территориях. И уничтожение, мы говорим о тех средствах, которые позволяют нам более эффективно работать, в том числе пехотой и техникой, боевой техникой, на линии фронта. А для этого нужен контроль воздушного пространства над теми территориями, где работает украинская сила обороны. Поэтому, конечно же, мы говорим об авиации, позволяющей отогнать российского агрессора и контролировать воздушное пространство над теми территориями, по которым будет осуществляться наступление. Мы понимаем, что 2023 год, к сожалению, большой кровью украинских бойцов, потерями, с нашей стороны подтвердил классическую мысль военную, которая очень широко была развита, в том числе в странах наших партнеров, о том, что без серьезной воздушной поддержки наземные операции будут ненасколько успешными. И, в принципе, стандарты и статусуставы НАТО не предполагают таких наземных операций. Мы понимаем, что успех наших операций в 2022 году по освобождению Харьковской области и Херсонской области он в какой-то мере воодушевил нас и расслабил наших партнеров, которые, в свою очередь, не сделали того, что нужно было сделать по обеспечению нашего фронта надежным вооружением, позволяющим вести эффективную борьбу по преодолению вражеской обороны. И вот такой вот эшелонированной, вот такой вот забетонированной и заминированной обороны. Поэтому, конечно же, мы надеемся, что в этом году наши партнеры будут помогать нам, учитывая эти особенности современной войны. И я думаю, что наступательные операции украинских войск тоже могут быть в связи с этим значительно более успешными. Мы ждем F-16, мы ждем установки разминирования, мы ждем достаточного количества бронетехники, позволяющей работать по этому разминированию и практически в самом проведении боевых действий. Иван, еще один аспект. Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, в конце 2023 года, 26 декабря, провел пресс-брифинг, на котором, собственно, рассказал о своем видении в плане мобилизации в Украине и прочее-прочее, но он говорил об отличии, которое, собственно, будет в 2024 году в плане военных кампаний. Я буквально хочу зацитировать его. 2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться. Иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. В статье для ида-экономиста Валерий Федорович Залужный писал о определенной тупиковой ситуации. Это было еще в начале ноября 2023 года. Мы эти проблемы нашли, нашли их 90% в решении этих вопросов. В следующем году, чтобы действовать более эффективно, самое главное, сохранить людей. Залужный говорит о изменении технологическом плане, введении кампании военной. Что под этим вопросом подразумевается? Что значит технологические украинские силы обороны будут по-другому вести военную кампанию в 2024 году? Два слова. Технологии и сохранить людей. То есть сегодняшние технологии, позволяющие работать без присутствия и без риска, скорее, не без присутствия, скорее, правильно говорить, без большого риска для человека, управляющего этими технологиями, это то, что будет определять боевые действия и что будет определять ведение именно, да, вот это вот ведение боевых действий на ближайшее будущее. Когда мы понимаем, что без непосредственного участия человека будет ехать машина, будет двигаться лодка, будет работать пулемет, орудие, будет работать авиация. И, конечно же, в этих технологиях мы имеем сейчас некоторые преимущества, некоторые преимущества в качестве, но, как видим, сейчас очень и очень работает быстро Россия над количеством. Все государство, российское террористическое государство, сконцентрировалось на том, чтобы в количестве не иметь никаких проблем в использовании тех же беспилотников и других систем поражения, которые были современными и до недавнего времени еще совершенно не использовались российскими оккупантами. Мы понимаем, что здесь нам совершенно необходимо, жизненно необходимо увеличивать темпы и разработок современных средств поражения врага и продвижения, соответственно, наших войск и работать очень серьезно в количестве. А это оборонпром, это, соответственно, наша рыночная экономика, позволяющая очень быстро реагировать, это поддержка государства на всех уровнях и на уровне нормативном, на уровне границ, на уровне денег в эти производства и на уровне имиджа, конечно же. Поскольку в этих вещах может государство работать эффективно, и мы видим, что это может позитивно срабатывать. И, конечно же, здесь работа наших партнеров. Мы ожидаем от наших партнеров из Европы, из Соединенных Штатов Америки о том, что стенание о том, насколько тяжело тратить 8 долларов в месяц на поддержку Украины, это все-таки несерьезно, это нечестно, это в какой-то мере то, что унижает страну, говорящей о большой поддержке, о ценностях, и когда эта поддержка в таких существенных вещах измеряется 7-8 долларами на месяц. Конечно. Просто посмотрев на кадры Львова, Киева, Харькова, Одессы, Николаева, география, к сожалению, тут широчайшая. Можно понять, что 8 долларов – это не такая уж и большая цена за демократию и независимость Украины. Иван, в конце. Расширение географии ударов по оборонно-промышленному комплексу на территории самой Российской Федерации. Какое место это будет занимать в военной кампании Силы обороны Украины в 2024 году? Я сделаю только ремарку. Ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни правоохранительные силовые органы, разведывательные органы украинские часто не подтверждают или не опровергают свое участие в ударах по ОПК России на территории самой России. Но, как мы видели, в 2023 году довольно сильно горело на некоторых стратегических предприятиях ОПК Российской Федерации. Как этот аспект, в принципе, будет использован Силами обороны Украины? Ударами со стороны... С неизвестной стороны, скажу вот так. С известной стороны. Я думаю, правильно, наверное, делает украинское государство. Но мы-то люди, которые совершенно дружим с логикой. Мы понимаем, что это именно украинцы. И те силы, которые работают в интересах Украины, совершают такое возмездие, уничтожают российские возможности для расширения и продолжения агрессии. Поэтому, если вы спрашиваете, какое место это будет иметь, большую роль и большое место. С каждым днем все возрастающее. Это точно будет подтверждением того, что государство-агрессор будет нести ответственность и будут страдать те люди, которые поддерживают эту агрессию. Поэтому тем россиянам, которым казалось, что война где-то далеко, что это должно болеть, нести горе, слезы, и только украинцам эти люди будут разочарованы. Те, кто живут возле военных объектов, аплодируют политике Путина и поддерживают работу этих военных объектов, работают на них, конечно же, будут под угрозой. Эти военные объекты будут уничтожаться вместе с теми пособниками оккупантов, которые будут создавать то оружие, которое летит в украинскую землю. То есть, если у вас рядом возле вашего дома есть завод, изготавляющий в России, и россияне должны понимать, изготавляющий снаряды, ракеты, беспилотники, порох и все остальное, что вы посылаете в Украину, вы будете под угрозой. Если вы работаете на этом заводе, вы, скорее всего, будете уничтожены в ближайшее время, как те, кто непосредственно своими руками позволяет поддерживать агрессию против Украины. Поэтому это понимание, вот даже если мы, значительная часть россиян сейчас будет с улыбкой это воспринимать, поскольку не их непосредственно касалось взрывы на российских заводах и фабриках, производящих вооружение, в 2023 году, то в 2024 году, тех, кто будет понимать, что возмездие неотвратимо, будет становиться все больше. Я в этом совершенно уверен. Да, Иван, спасибо большое за то, что к нам присоединились, поделились вашими мыслями. И напомню, что о приоритетах Украины военной кампании на 2024 год мы говорили с Иваном Григорьевичем Варченко, экспертом по вопросам национальной безопасности. Продолжение следует...